И всем привет, ребят! С вами Мистер Маник и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас игровой видос, посвященный очень интересному, моему любимому сочетанию, которое я какой-то уже определенный период времени не обкатывал. Но это максимально фановое и интересное вооружение, которое посвящено тому, что у нас в игре апнули васпа. Это, конечно же, васпа-фриз, васп берем на утяжеление, берем фриза на шоковую заморозку, которую тоже апнули, но об этом никто никогда ничего не говорил, берем ловкача, ну и будем сегодня тестировать. Я, конечно, уже потестил, посмотрел на стриме, но в рамках видоса будем тестировать, смотреть васпа-фриза. В штурме, я думаю, что второй режим можно бахнуть, CTF, ну и штурм, конечно же, нам нужен за атаку, если нас сейчас пикает за деф, то я буду очень сильно недоволен, придется сразу идти в за выход флага, а потом уже пикать на штурм и надеяться, опять же, на то, что нас закинет за атаку. Нет, есть атака, есть атака, есть атака, шикарная, васпу апнули очень жестко. Овердрайв, теперь он копится чуть ли не в полтора раза быстрее, чем было у нас до этого, и, соответственно, теперь после доставки флага в регби, после доставки флага в CTF, очень большой процент овердрайва у вас уже сразу же имеется. Запикнулась, конечно, на самый шикарный бой, остается здесь уже 2 минуты до конца, и, скорее всего, это будет слитокатка, но наша задача хотя бы просто попробовать подоставлять и попробовать попрожимать какие-то интересные грамотные овердрайвы, дабы полноценно уже чуть-чуть размяться на вас по фризике. Безумно жесткая табуретка, да, конечно, не с твинцом, с фризом. С фризом лучше использовать за счет того, что можно где-то быстро заморозить оппонента и потом выехать на плюсовом за счет этого. Так, бомбочку дали, хорошо, 2 килла, плюс доставочку. Может, еще и успеем камбэкнуть эту катку, я не знаю, полторы минуты, в принципе, до конца. Возможно, даже есть шанс на камбэчную. Сейчас посмотрим. Если получится, будет вообще круто. Ну и с этой табуреточкой можно давать прям безумно большое количество киллов. Я уже... Ой, вернее, не киллов, а очков. Киллы, конечно, тоже будут не в таком большом размере, но за счет доставок, за счет грамотных бомб, в совокупности мы получаем очень крутую комбу, которая может доминировать в CTF и доминировать в захвате... Ой, захвате, говорю, в АСЛ-очке. В АСЛ-очке. Именно в штурме за атаку. Я... О, нифига поставил. Я иногда поражаюсь тому, что показывает эта тема. Надеюсь, что сегодня в видосе тоже получится дать очень неплохо. Как первая двухминутная катка для разминки, очень уже приятный бонусок. Я бы сказал так. Я уже оформил где-то... Сколько? Ну... Наверное, 4 доставки, может даже 5. Катку мы, конечно, не вытянули, но первое место я успел здесь забрать. Поэтому я думаю, что вы уже сами понимаете, о чем идет речь. И что это вообще такое? Если еще никто не играл на этой комбине, то я на вашем месте бы уже прямо сейчас бы пробовал все это дело реализовать. Ну и видно, конечно же, что овердрайв копится значительно быстрее. И даже уже после первой доставки, после дополнительного респа, у вас есть полноценный овердрайв, который вы можете грамотно реализовать. И это, конечно же, не может не радовать. Играем еще одну АСЛ-очку. Решил я уже сразу запикнуть. Понадеяться на то, что будет у нас катка за атаку. И у нас есть она. Это карта Брест. Наверное, не самая удачная карта. Но не будем расстраиваться по этому поводу. Будем просто стараться доставлять. И еще при этом ставить хорошие, красивые бомбочки. Что касаемо урона, как я и сказал, у нас был скрытый ап устройство, которое называется... Как оно называется? Шок. Шоковая заморозка на фриз. Я не знаю, почему об этом никто не говорил. Но если сравнивать то, что было раньше с этим устройством, и то, что у нас имеется прямо сейчас, то оно себя показывает максимально жестко. То есть заморозка вся та же, большая есть. И при этом еще и дэмэдж за счет критического урона очень хороший, большой, стабильный. На постоянной основочке залетает. Так, у нас пока никто из тиммейтов не доставил еще ни одного флага. Я доставил один, и больше никто ничего не ставил. Соответственно, надо стараться доставлять мне. Хорошо, успел поставить, и сразу бомбочку дал. Сразу плюс прожочек, еще двух на поджог. Бомба у нас, как вы знаете, передает поджог. Плюс отключение припасов, я так понимаю, да, и плюс оглушение. Это очень жесткий бонус для любой бомбочки, при том, что она еще и сейчас регенится очень быстро и часто появляется. Сейчас после доставки у меня опять будет бомба, и опять мы вот так вот сможем прожать, и опять мы можем как минимум один танчик дать нарез. Так, 300 очков за 2,5 минуты. Было бы неплохо постараться как минимум выиграть этот бой. Во-вторых, ну если я, например, набью 1000 очков, это будет прям очень жесткий результат для такой катки. Поэтому давайте стараемся, пробуем. Если получается, то будет круто. Есть доставка, но 3% овердрайва. Не хватило. Так, я 4 доставки уже в соло оформил. Хоть один из моих тиммейтов будет мне помогать сегодня в этом бою или нет? Если мне никто не поможет, то, к сожалению, я не смогу, наверное, в соло выиграть эту катку. Поэтому было бы неплохо, если бы мне кто-то хотя бы хоть немножечко помог. Хоть немножечко. Вот немножко помощи, и я 100% выиграю эту катку. Я в этом уверен. Так, давайте мы дадим приколу. Ой, хороший прикольчик, хороший. Еще и на 2 килла приколу дали. 400 очков! Полбоя! 430 очков. Даже я бы сказал так. Но до сих пор ни один из моих тиммейтов не старается доставлять. Пока ведем. Но это все не так стабильно. А, тиммейты дают киллы, я понял. Ну, в принципе, если то, что они уничтожают противника, это неплохо. Как бы кто-нибудь хотя бы хоть один бы еще бы флажочек доставил. Чтобы я 100% выиграл эту катку. Вот, очень шикарная бомбочка. И сюда! Просто сюда пятерочку! Вот когда 5 киллчиков даешь с бомбочки. Но это просто кайф. Это просто кайф. Вот вы доставляете флаг, и при этом у вас есть еще один дополнительный драйв. За счет того, что вы дали большое количество киллов. И сейчас я еду. Сейчас я еще одну бомбочку ставлю перед доставочкой. И если получается доставить, а у меня получается доставить, у меня сейчас будет еще один овердрайв. 88, 90% с респа, плюс еще один овер. 650 очков, 2,5 минуты до конца. Может хоть один тиммейт еще поставит хоть один флаг? Пожалуйста. Ну просто 35 очков, это 7 флагов в соло, да? 7 флагов в соло пока что. Может кто-то хоть поставит что-нибудь, нет? Меня уже пытаются отреспить. Шафт на прицеле держит. Ай, обидно. Ну ладно, хоть плюс килл. Вот этот шафт сейчас, конечно, зарешает. Очень жестко исход этого боя. Если никто из тиммейтов мне не поможет, то вот этот вот шафт может вот этим киллом повлиять на окончание данного замечательного боя. Блин, еще и 2 мины схавал. Блин, сейчас я не поставил, и это максимально печально. Прям максимально. Вот сейчас нельзя было не ставить. Просто нельзя было не ставить. Нужно было обязательно доставлять флаг. Так, шафтов много против. Есть, наверное, вариант вообще взять 50 от шафта. Но я, конечно же, этого делать не буду. Полторы минуты до конца у меня 660 очков. И меня 3 раза подряд уже отреспали. Вы понимаете, что было бы, если бы вот эти 3 раза, которые меня отреспали, я бы сейчас бы 3 доставки оформил. Это было бы жестко. Если бы мне хоть чуть-чуть, 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 повезло бы с командой. Это было бы очень достойно. А пока это все выглядит не так приятно и круто, к сожалению. К сожалению, к сожалению, я походу проиграл этот бой, где дал столько очков. Просто столько очков. Обидно. Ну ладно, не расстраиваемся, 50 секунд. Пробуем еще доставочку как минимум 1 оформить. Может даже 2. Пробуем. Бомбочку схавали. Зачем утяжеление на вас? Да, дабы себя комфортно чувствовать. Я думаю, это вот одно из немногих устройств, которые дают вам возможность комфортно чувствовать на большой скорости. Ну, если, конечно, не прыгать на подъемах, то у меня бывает иногда я еще и начинаю прыгать очень непонятным образом. И зачем тоже все это делать. Но вас пик на утяжеление, это, наверное, лучший вариант для такой комбинации, которую вы хотите грамотно реализовать в этом режиме. Ну и, к сожалению, меня все-таки законтрили. Но 770 очков. Мое уважение. 770 очков. Еще бы 5 разов нарез не улетел, можно было бы даже тысячонку дать. Тысячонку. 3000 крисов. Это 6000 кристаллов в обычной матчмейкинговой катке. Вы понимаете, насколько это жесткий результат для подобного вооружения? Это просто бомба. Просто бомба. Я думаю, что вот с этим обновлением у нас игроков в матчмейкинге на васпах станет определенно больше. Ну а тех ребят, которые будут вообще в ASL-очке эту всю тему продвигать и реализовывать, ну, пробуйте. Я уверен, что можно очень много крисов зарабатывать. И такие вещи придают безумно большое количество положительных эмоций. Мне прям очень нравится катать на такой теме еще, когда вы бомбочки какими-то там на 5 килов даете. Это прям супер класс. Так, давайте пробовать выигрывать еще одну катку, если вдруг будет досрочка. Да, я уже запикался в CTF. Если вдруг будет досрочка, я все-таки хочу сыграть еще одну ASL-очку. Мне просто очень хотелось бы дать тысячу, тысячу в ASL. Если у меня получится это сделать сегодня в этом видосе, это будет очень хороший результат. Вот так вот мы быстро подмораживаем двоих. Они стопятся и бомбочкой взрываются. Вот зачем вам нужен приз шоковой заморозки. Для вот таких вот моментиков с грамотной, качественной реализацией. Так, 2-0. Нам надо 7 флагов. То есть нам надо еще доставить 3. Всего лишь 3. Это, ну, немного, немного, определенно ерунда. Пробуем просто ставить. Если получается. Будет очень круто. Будет очень круто, будет очень круто. Так, это что? Лак сервера. Чуть подлагнуло. Ничего страшного. Ничего страшного. Там какие-то теслочки начинают уже меня потиху чпокать. Пробуем. Пробуем, пробуем, пробуем. Вывозить. Так, противник у нас увозят. Мне бы бомба сейчас неплохую дать. Хорошая. Ай, блин, подавление. Хотел сказать, хорошая бомба, а мне сразу подавление нанеслось. Я только не понял, откуда. Ну, ладно. Так, там есть еще до сих пор. Купол Титана. Здесь там есть купол Титана. Есть противник. Потому что, конечно же, можем это все дело так вот оформить. Так, доставка будет сегодня? Я жду доставки от моих тиммейтов. Я уже устал просто кататься. Я понимаю, что я могу здесь еще кругов 20 мутануть. Но это есть хорошо. Если мы не будем делать, хотя бы стараться делать досрочку в таких боях. Так. У нас что, вернули? А, сейчас вернули. Пока еще не вернули. Она сейчас вернула. У меня бомбы нету. И меня сольют. Так. Может тиммейт? Тиммейт, 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 тиммейт. Бомба овер. Не туда. Четыре кожили. Не туда. Накидывает свой дэмэдж. Можно было грамотно давать урону. Так, госпожа какая-то. Сейчас мы немножечко подступируем. Попробуем залететь. И улететь. Аптеки нету, к сожалению. Так, датиммейт отдавез. Но меня тесла чпокнула. Так. В ттпе пока не все так круто. Не все так гладко, как вы видите. Здесь законтрить противника чуточку попроще. Чем это делать в АСЛ. За счет этого не все так идеально, грамотно получается. Но мы не отчаиваемся. Пробуем. Нам нужно реализовать еще пару, тройку хороших, качественных бомбочек. Так, например, вот эта. Хорошая. Два их уничтожил. Шкарно. Здесь мне, конечно, шафтик... Ой, шафтик, говорю, страйкер троллит. Ну, сейчас посмотрим, кто кого затроллит. Когда он не сможет даже довернуть свою башню до меня. Так. В принципе, 2-0, конечно, устраивает. Но я хотел сделать досрочку. Хотел сделать досрочку. К сожалению, скорее всего, здесь уже... Досрочка у нас не получится. Ну, какая безумно большая скорость. Я прям, ну... Поражаюсь иногда. Когда-то летишь просто... Как бесчинная пуля. Вася, просто бесчинная пуля. Мне очень нравится. Так, давайте попробуем сейчас с этой стороны заехать. С этой стороны заехать. Блин, Тесла. Это Тесла дефит. Вот, нашелся. Офигеть. Тесла падает игроку, у которого 15% резисты. 15% резы. Вот это везунчик. А может, донатер. Не везунчик. Так, попробуем с этой стороны заехать. С этой стороны. Оп. Упал лишка. А мы ему сразу бомбочку. Сюда! Бомбу! Сюда! Контрит любой. Любой овердрайв. Любой овердрайв контрит вот эта тема. Так, давай. Мама, не пожимай, пожалуйста. Ничего. Тиммейт. У нас засевил флаг. Так, мы подморозочку даем пару-тройку оппонентам. Чтобы им жизнь не казалась чересчур простой и легкой. Чуть-чуть подкрутим воспа. Даем тоже на нем килл. Но, к сожалению, к сожалению, увезти у меня не получается. Не получается, потому что там встала Тесла. Тесла, которая еще и мини ставит. Есть шанс, конечно, сейчас заехать через лево. У меня будет овердрайв. Если... А, нормально, я его тиммейт слил как раз. Давай-давай, хорошую скидочку под меня как раз оформляет грамотную. И сейчас мы просто летим по Сузуки с базуками в руках. Так, даем вот так вот. Так вот, даем. Ай-яй-яй-яй-яй. Хоть бы один бетимейт был бы. Все было неплохо. Если бы у меня хп еще бы побольше было. А так, к сожалению, меня слили. Три килла я дал. Флаг уничтожил. Но по итогу и сам не справился. С тем, чтобы выжить и доставить. Так, ладно. Есть попытка еще одна. Подбор. И улет. Сразу, сразу грамотный улет. Надо, чтобы наши тиммейты оформили возвратик. Если будет сейчас возвратик, я грамотно какую-нибудь бомбочку сейчас оформлю. Будет еще все четко. Если будет возврат, конечно. Так, сразу мы вот так делаем. Так, ай-яй, мне прислел. Сливают! Сливают, к сожалению. 2-0. Счет остается прежним. Мы даем всего лишь 30 очков. Наверное, не самая удачная катка. Поэтому мы что делаем? Правильно. Мы пикаем еще одну. АСЛочку. И надеемся на то, что это будет АСЛочка. Какая? Правильно. За атаку. Хочу дать тысячу. Хочу дать тысячу. И показать, и доказать вам всем, что на этой машине, на этой супер-камбуле можно зарабатывать безумно большие количества кристаллов. Ну и все это выглядит еще и при этом максимально фаново. Максимально круто. Овердрайв копится быстро. Это все, что надо для реализации вас по фреза с ловкачом. При том, что, ну, вам не нужен никакой кризис. Ловкач. Осталось только запикаться катку за атаку. Давайте, я думаю, что на паузу видос поставлю, как только запикаюсь. Чтобы вам долго не ждать. Продолжим сразу. Так, наконец-таки, мы запикиваемся в каточку. Я перепикнул где-то порядка четырех боев, потому что мне все бросало за деф. Меня и в эту каточку закинуло сначала за деф, но все-таки перепикнул, запикал за атаку и полетели. Работаем, ребяточки, работаем, работаем. Хорошо, уже первую доставочку оформляем. Пробуем сразу же, после первой, давать вторую. Если сходу сейчас полетит, очень быстро и круто, будет очень ха-ро-шо. Будет очень ха-ро-шо. Так, у нас у вас по фриз такой же самый, как я, только он играет не на ловкаче. Он играет, я так понимаю, с чем? Он играет с защитничком. Так, поэтому пробуем. 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 Пробуем, у меня нет дашки. Против поряш-жига с кризисом. Видите, сколько кризисов у нас в матчмейкинге на данный период времени. Так, подбираем вот этот флаг. Мы уже ведем 20 на 6. Сейчас противник там начнет очень жестко сушить. Я уже чувствую просто, чувствую, что сейчас пойдет турбосушечка. Там уже титанов очень много. Мне надо сейчас оформить доставку и сразу дать бомбу. Хорошая бомбочка. Шикарная. Привет, ребят, всем. Привет всем, ребяточки! Передаю я сюда, говорю. Сюда семерочку. Сюда просто. Сюда. Плюс 7 килов. Вот это я понимаю. Комбина. Даже в минус было бы сейчас не стыдно упасть. Но я благо не падаю. Так, 30 на 8. 30 на 8. Работаем. Наша задача дать тысячу. Дать тысячу. Ты-си-чу. Там у чела уже, походу, подгорело немножко. У меня рельса слила. Сейчас поймаем тайминг. Слева зайдем. Слева зайдем. Там особо противник не фокусируется. На левом подъеме больше противник всегда фокусируется на мост. Потому что чаще всего именно оттуда идет максимальное количество дэмэджа. Хорошо. Доставочку оформляем. Плюс 2 килла. Доставка плюс 2 килла. И еще одна бомба у меня сразу есть. Можно было бы, конечно, плюхнуть еще одну сразу. Наверное, так и сделаем. Блин, не успеваю. Слева от меня, к сожалению. Так, за 3 минуты 430 очков. Очень неплохой результат. Но нам надо тысячу. Нам надо тысячу. Тысячу. Так, сейчас слева опять зайдем. Благо у меня сейчас есть хоть команда, которая играет и помогает мне выиграть этот бой. Уничтожаем одного. Попробуем сразу слить еще кого-то. Желательно мне уйти на респ. Шикарно. 520. За полбоя пока идем как раз вот тютельку в тютельку. Полбоя 520. Очень неплохо. Но вы видели, что я дал 7 киллов с овера. Соответственно, мне надо как минимум где-то сейчас пробовать дать примерно такое же количество киллов. Ариэсов овер. Подождем, чтобы он пролетел. Чтоб нас не зацепило. То есть, если зацепит будет Габелла. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блоча-то, блин. Обидно. Обидно. Так, это портит наши планы на этот бой. Очень сильно портит наши планы. Так, мы едем на тот флаг. Надеюсь, что его сейчас либо доставят... Извиняюсь. Либо я сейчас быстро смогу доставить сам. Так, фантер нет. Блин. Увы. Увы, не получилось. Доставить. К сожалению. Две с половиной минуточки. Две с половиной минуточки. У нас есть еще время. Бомба была тоже неграмотная. Не знаю, зачем я ее ляпанул. Доставочку оформляем. Хорошо. Сразу еще фреза. Я думаю, что надо слить. Ай, не добиваю его, к сожалению. 582 минуты. Не успеваю, не успеваю, ребяточки. Не успеваю, не успеваю я. Надо давать сейчас киллов очень много. Дабы успеть. Так, вот этот маймонт иногда мешает, если честно. Сейчас шафт мне еще прицелит. Ай, хорошо, что не так много урона залетело. Так, что-то противника на точке немного. За доставку 50 дают. Целых 50 процентов овердрайва сдают за обычную доставку дефолтную. Так, сливаем сразу двух оппонентов. У меня появляется еще один овер. Но мы улетаем на респ. 700 очков в полторы минуты. Это победная катка. А если это победная катка, то вы понимаете уже, сколько примерных кристаллов можно с этого боя получить. Отрывчик у нас тоже неплохой имеется. От тиммейтов. Так, мамонт, ну пожалуйста, ну не мешайся. Так, есть целых три оппонента вот здесь вот. Мы можем вот так вот сделать. Прикольчик. Оформите. Доставочку. И сразу улетаем от бомбочки. Хорошо, 780... Ой, 760. 760. И еще одна доставка. Это будет 800 с копейками. Мне надо доставить еще как минимум два лага. И при этом еще постараться поставить пару-тройку красивых хороших бомб. Если удастся. Блин, мне нанесли эффект. Из-за которого я не смогу прожать овер. Еще и в минус упал на минки. Ладно, делаем так. Делаем так. Может тиммейт додумается подъехать. Нет, тиммейт не додумается доехать. Потерял. Подобрал. Ладно. Долетимся. Никто меня не хочет сливать. К сожалению, не получается. Так, но нам надо хотя бы еще одну доставить, чтобы 800 очков было. 800 очков. 800 очков. Так. Давайте пробуем, работаем. Пробуем, работаем. Двигаемся. Двигаемся. Ай, Хантер овер. Блин. Какой же он не вовремя. Залетающий. Ну и у нас получилось набить примерно такое же количество очков, как у нас было в предыдущем бою на Брестике. Но на Брестике там меня контрили очень дико и команда не нагибала. Здесь хоть команда мне попсу портила. Но все равно пару-тройку моментов своих я не реализовал. И это очередные 3000, это очередные 6000, если бы у нас были бы сейчас повышенные фонды в игре. А 6000 для такого боя это очень крутой показатель. Поэтому я могу сказать, что этот табуретник очень хорош. Ну прям очень хорош. И после апа в Аспа с ним стало еще более комфортно играть. И еще больше очков можно давать на этой комбинации. Если вам понравился видос, друзья, обязательно, обязательно поддержите этот видос лайком. Подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны. Нажимайте на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Также, друзья, не забывайте, что у нас сейчас в игре есть теги. Да, я редко об этом говорю. Но у нас есть тег. Мой тег это TeamP. Это тег, с которым, если вы пополняете или донатите в игру, поддерживаете меня. Ну и плюс ко всему прочему, в описании у нас стартовал тоже там розыгрыш. Может кто видел, кто не видел. В описании есть форма, которую вы тоже заполняете и участвуете в розыгрыше на целую тысячу курсов. Коинбоксов и на 1 миллион кристаллов. У меня, друзья, на этом все. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, что вам понравился этот табуретник. Всем удачи и всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!